Продолжение следует... Более полезный, чем обычно. Это нож специально сделанный для тех, кто ездит в автомобилях. Или тех, кто пытается помочь тем, кто там доездились. Скажем так. Это модель PRT-8. PRT по-английски это Pocket Rescue Tool. То есть по-русски это карманный спасательный нож. Если так переводить по смыслу. Как вы понимаете, это ножик складывающийся. Он не автоматический. И вот кнопка здесь, соответственно, позволяет сложить нож обратно. Есть упор для пальцев. Такое лезвие, которое хорошо должно резать любые ремни. Или там материал, который не дается. Давайте сейчас его немножко почистим. Ножик новый. Я буквально сейчас вынул его из коробки. Это не мой нож. Это мне его одолжили. Но при этом... Сделаем так, чтобы он был немножко более красивым. Для вас. Все только для вас. Ну вот этот ножик. Соответственно. Не длинное лезвие. Ну, здесь лезвие-то особенно длинное не нужно. Чуть меньше 8,5 см лезвия. С пилкой. С упором, который позволит немножко упираться. Есть стропа или ремнирес. Вот он. Давайте сейчас закрою и покажу вам поближе. Стропорезик вот такой вот. И, соответственно, инструмент для разбивания окон. Не очень удобно, потому что вот все-таки, конечно, так вот браться за этот нож не очень удобно. Но если вот так вот... Видите, вот так неудобно получается. Но вот так вот, может быть, получится более-менее еще удобно. Лезвие немножко не четко стоит. То есть, в этом есть определенные отрицательные стороны. То есть, оно здесь немножко дергается, когда закрыто. Нет жесткого замка на нем. Но для его цены, это сравнительно недорогой нож. Его изначальная цена 81 евро. То есть, в магазинах, наверное, можно найти гораздо дешевле. Должно быть неплохо. Лезвие из интересной стали. Сталь называется Boller. Boller. По-немецки я не умею читать. Я не знаю, как это произносится по-немецки. N 695. То есть, в принципе, ножом явно можно резать. Немножко пилить. Ну и, соответственно, высвобождать, наверное, себя или других из машины после аварии. Да не только из машины. Где-то что-то заткнул. Там стропорезы были. Тоже похожего типа. Конечно, не для строп. Но ремень, если сюда попал, порежет его достаточно легко. Конечно, этим удобно пользоваться, когда нож закрыт. У меня ничего такого по-другому нету, поэтому проверить не могу. А всякие аудио-видео шнуры я этим ножом резать не буду. Только ради видео. Но, в принципе, должен быть способен на достаточно многое. Весит он мало. То есть, ему спокойно можно постоянно с собой носить. 125 грамм. То есть, ну вот он. Просто мелочь. Быстро открывающийся. Сраведневно быстро закрывающийся одной рукой. Сразу можно переходить, резать ремень. И пробивать стекла. Вытаскивать всех, кого надо. И вот еще пришел к каким-то таким вот инструментикам. Которые позволяют что-то тут контролировать. Что вот это, я не знаю. Как вы думаете, что тут такое? Куда-то подходит сюда. Явно. Ага. Смотрите. Можно контролировать жесткость замка с помощью вот такого специального ключика. Вот он, видите. Вот. А вот теперь, видите, стал гораздо жестче. Интересно-то как, а? Видите, теперь он стал жестче. То есть, в зависимости от желания или необходимости, можно его немножко настраивать. Я, честно говоря, не хочу с новым ножом валандоваться, потому что все-таки это нож на продажу. Но интересная опция. И, соответственно, идет вот такой вот коробочке. Что, в принципе, довольно-таки красиво. На этом все. Очень краткие видео пытаюсь сделать, потому что особенно много чего с этим ножом не покажешь, если нету, предположим, тех же ремней или стекол на разбивание. А так нормально. Все. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok